У нас сегодня с вами, как и обычно, будет две пары. Первая часть будет посвящена теоретической части по обработке наблюдений. Сегодня мы будем с вами разбирать обработку только дифракционных спектров. На следующий раз, через неделю, мы будем уже подходить к эшельным спектрам и к другим уже разным методам обработки. Сегодня мы начнем только с вами. И в первой части мы с вами посмотрим, как происходит предварительная обработка ПЗС снимков, обработка спектров и доведение до уже, можно сказать, последнего этапа, когда мы с вами на руки получим тот самый спектр, который можем в дальнейшем анализировать и получать научные данные. И во второй части сегодняшнего занятия мы с вами уже откроем компьютеры и постараемся в VirtualBox, там уже все установлено, начать обработку. Предварительная обработка, основная обработка спектральная. И посмотрим каждый шаг, будет методический материал, все. И по каждому шагу мы с вами пройдем. И первая часть будет посвящена обработке дифракционных спектров, обычных, одномерных. И вся обработка любого материала астрономических наблюдений, она подобна вот этим людям, деятельности этих людей. Деятельность астрономов очень похожа на деятельность палеонтологов. Вот эти самые косточки окаменелые лежат в груди камней, в груди вот этого естественного материала, который обволакивает полностью. И задача палеонтологов полевых вот этих всех работ, осторожненько, кропотливо, вот весь вот этот вот скелетик древней морской какой-то вот здесь вот, какой-то обитательницы нужно вот аккуратненько очистить. Ведь на самом деле в результате минерализации состав кости и окружающего материала один и тот же, то есть надо форму вот эту вот всю выдержать, поэтому очень аккуратно где-то молоточком постучать, крупные камни убрать, потом мелким скребком, потом еще там щеточкой, и все нужно очистить. И вот тот самый полезный наблюдательный материал, он подобен вот этому нашему научному результату, который вот здесь вот нужно выделить из огромной вот этой вот кучи камней, минералов и так далее. Вот эти вот минералы, это вот все, что у нас, нам шумит, мешает, это и шумы, и рассеянный свет, и все, что угодно там в матрице. Мы должны это отделить и найти полезный сигнал. Работа очень трудоемкая, как вы видите здесь, но и в нашем случае очень трудоемкая. Только здесь вот люди работают руками, а за нас будет работать компьютер, поэтому мы с вами можем отдыхать, только правильно нажимать на клавиши нам нужно. И не запачкаемся, если, конечно, клавиатура у вас чистая на компьютере. Инструментом у нас будет служить программный продукт Midas. Он написан в ЕСА Южноевропейской обсерватории и переводится как Munich Image Data Analysis System. Написано в Мюнхене, система для обработки и анализа данных. Все это находится под Unix или Unix-подобным машинам, то есть Linux, FreeBSD, Solaris и так далее, и так далее. Полностью бесплатная, подгнули лицензии, и скачать можно по данным ссылкам. Есть FTP. Каждый год обычно выходит пару версий. Одна, две версии. Здесь просто старый слайд, здесь 13-й год. Но в принципе, даже версии, которым уже более 10 лет, они нормально работоспособны и достаточны. То есть там просто добавляются какие-то пакеты. Эти люди, которые все это писали, сами астрономы или близкие к астрономии. Естественно, заказчиком выступала ЕСА, но это программный продукт некоммерческий. То есть его писали не под заказ ЕСА, а именно люди, которые сидят на телескопах и под свои же потребности они все делали. Поэтому для нас это большой плюс. Большие проблемы, когда пишут программный продукт, не тот, кто им пользуется. Вся обработка делится на предварительную обработку и основную обработку снимков. В предварительной обработке понимается вообще весь комплекс первоначальных действий, которые необходимо провести с любым вообще ПЗС кадром после любых съемок и так далее. Будь то это прямые изображения, спектры, исследовательские кадры, калибровочные кадры, любые совершенно. Совершенно над ними обязательно нужно делать что? Первое. Это учет того самого байса, вот этого сдвига сигнала, который всегда и везде присутствует. Учет темнового тока. Его нужно вычесть, потому что он там есть. Но, как я говорил, что во многих случаях он не учитывается, поскольку он очень маленький. Темновой ток порядка нескольких единиц электронов в час. Обычный сигнал идет там тысячи иногда электронов. Поэтому темновой ток можно не учитывать, если только ваш инструмент позволяет это делать. Потому что, если вы снимаете на ПЗС, который не охлаждается, например, темновой ток будет мощный, сильный, его обязательно надо учитывать. Очистить кадр необходимо от космических лучей, от следов. Мы с вами тоже говорили о медианной фильтрации в прошлые разы. Именно этим методом делается. И другими мы сегодня посмотрим. И, если необходимо, нужно изменить геометрическую ориентацию кадра. Вращение, отражение, сдвиг, все что угодно сделать, лишь бы он у вас был так сделан, чтобы с ним можно было работать. Вот пример обычного дифракционного спектра, полученного на телескопе НТТ в ЕСА. Это первый телескоп, который использует активную оптику. Одномерно, вот один спектр здесь, один порядок только мы видим. Вот разрез, сделанный вдоль этого спектра. Это линии кальция, ашика кальция. То есть, здесь вот очень хорошо уже все сделано. Ориентация кадра выполнена прекрасно. Здесь у нас коротковолновая часть, здесь более длинные волны. И сама ПЗС-матрица. По центру которой представлен сам спектр. Очень часто бывает, что повороты какие-то там есть. Или матрица с обратной засветкой. И вам придется тогда геометрически просто переворачивать само изображение. Это нужно все учитывать. Если вы сделаете, вернее, получите спектр наклонный, вам будет труднее, даже математически, в общем-то, труднее обрабатывать его, все повороты и так далее, поскольку программное обеспечение должно обязательно учитывать фотометрическую переносимость, преобразование всех вот этих вот кадров. Это далеко не каждый там. То есть в фотошопе вы это не сделаете. То есть вы сделаете и вы сделаете, у вас он будет прямой спектр, но вы потеряете точность, а может быть и внесете какие-то искажения. Для работы в программе Midas, это комплекс программ, набирается программа In Midas, то есть в Midas как бы вход, для того, чтобы инициировать новую загрузку, новую сессию. Либо, если вы напишите здесь Go Midas вместо In, Go без пробелов тоже, то вы будете продолжать предыдущую сессию, которую, может, вы вот вышли из программы и зашли, может, и продолжаете. Go Midas. Все команды состоят из двух частей через слэш. Первая часть команды и вторая часть команды, которую, в принципе, можно легко тактовать. Смотрите, set, то есть установить, con, это контекст, причем можно писать как полностью команду, здесь, например, context, то достаточно написать трех первых букв. То есть три первые символа команды, они уникальны, и программа их распознает. Можете четыре написать и так далее, до полной команды. И дальше, например, идет тот пакет программ, который вы хотите загрузить. Например, это для работы с длинной щелью для обработки. То есть команды In Midas загружаются, предварительные, простые самые команды, поскольку это писалось в 90-е годы, даже там раньше начали разрабатывать, чтобы памятнее расходовать компьютера и более эффективно работать. Все написано в основном на фортране. То вот нужно загружать определенный пакет программ, например, long. Для отображения кадра, просмотра кадра, load или low image, и тот самый fits кадр, который вы хотите. Но внутри Midas все процедуры делаются во внутреннем формате, с расширением BDF. Он фактически тот же самый fits, только он более такой вот, более эффективный, расширенный fits формат. И любые fits, в принципе, и он с fits форматом хорошо работает, Midas, но лучше сразу его конвертировать во внутренний формат и в дальнейшем работать с ним. Вот команда load image открывает окно. Интерфейс, конечно, старенький, очень, то есть те, которые на Windows привыкли кнопками тыкать, это, в общем, не для вас. Но, тем не менее, привыкнув легко, вы можете все дело хорошо исследовать и набить руку, и хорошо заняться обработкой наблюдений. Есть как интерактивный режим, то есть вы можете смотреть ваш спектр, исследовать его. Так и вот этот набор команд можно запихнуть в исполняемый файл, и все автоматом все пройдет. Написано, как я сказал, на низкоуровневом языке, на фортране, который с хорошими, в общем-то, компиляторами позволяет очень быстро работать с кадрами огромные, там, может, там вообще 8 тысяч на 16 тысяч кадров. Легко такие точки работать. Вот вам сам спектр, который получен на NTT. Видно следы космических частиц. Если будет потемнеть, здесь еще хорошо, здесь видно, здесь на экране компьютера у меня как будто звездное небо вообще в нем. Если мы с вами сделаем поперечный разрез кадра, то увидим сам спектр у нас вот здесь, профиль спектра поперечный, который фактически отражает профиль звезды на небе, на щели спектрографа, и некоторый нулевой уровень по всему кадру. Вот этот нулевой кадр для современных матриц, охлаждаемых жидким азотом, фактически обозначает вот этот самый байос, сдвиг. Для других, там, допустим, которые не охлаждаются матрицей или не такой низкой температуры охлаждаются, как здесь вот, то здесь будет включен еще и темновой ток, уровень темнового тока и шум темнового тока. А вот здесь вот шум байоса и так далее здесь видно. Поэтому нам нужно вот на первом этапе убрать вот этот самый байос. Его можно учитывать двумя способами. Первый способ. Вы открываете инструкцию для данной ПЗС-матрицы и данного инструмента, наблюдатели, и они уже давно работали с этой матрицей и хорошо знают, что, например, вот эта матрица в таком-то режиме, у нее байос равен 564. Это прекрасно. Вам ничего не нужно делать. Делайте одну команду только. Вычисление изображения. Compute image. И новое изображение равняется старое изображение, минус 564. То есть для каждой точки, для каждого пикселя вычитается 564 и все. Это большой плюс в том, что не вносится никакого шума, но при этом требуется, чтобы вот это число было постоянно. А оно будет постоянно тогда, когда у вас электроника вся в порядке, ничего не скачет, ничего не вышло из строя и так далее, и так далее. Но это бывает, в общем-то, хотя очень часто, но тем не менее, вы можете столкнуться с такой ситуацией, даже вот в таких крупных обсерваториях, что вы делаете вот эту операцию, а у вас вот здесь отрицательное значение. Причем бывает сильно отрицательное. Как это так? Свет попал, а отрицательное значение. Не может быть такого. То есть вот это значение неправильно. Поэтому чаще всего все-таки идут вторым методом. Когда снимают кучу кадров, обычно они называются, например, bias, со звездочкой, там, bias 0, 1, 2, 3, 4, 5, кучами вообще их снимают. Иногда штук 20 снимают, 10, 20, 30, когда как. Зачем, вопрос вам, зачем много снимают? Чтобы усреднить. Чтобы усреднить. Потому что на одном будет большой шум. Из-за шумосчитывания, других шумов, шумов, bias и так далее, там, внутренних шумов тепловых. Да, 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 они очень хорошо скачут, да. В принципе, вот этот один кадр, вот этот вот. Вот здесь вот видно, что, в общем-то, скачки есть. Тут плюс-минус какой-то вот это вот, значит, двадцаточка у нас, да. То есть, как минимум, плюс-минус 5 значений вот здесь вот скачет. Создается каталог. Команды create и image catalog, и cat. Здесь можно таблицу каталогов и так далее, и так далее. Создается каталог. Фактически, это вот список просто-напросто здесь. И потом он усредняется командой average image masterbiz. Ну, вот этот кадр новый у нас называется masterbiz. Он равняется все файлы, которые записаны в этом каталоге. Здесь еще несколько параметров. Если они не определены, тогда знаки вопроса можно поставить. Они пропускаются, и будет значение по умолчанию стоять. И мы используем медианную фильтрацию. Здесь можно написать, например, average, максимум, минимум и так далее. То есть, например, если median, это будет медианная фильтрация по данному пикселю, по всем кадрам. Если максимум, например, то это берется максимальный, минимум, минимальный, там, average, среднее значение. То есть, разные типы фильтрации. И вот этот самый masterbiz, он приобретает значение уже усредненного кадра. Соответственно, с маленькими очень шумами. И по опыту скажу, что плюс-минус единичка буквально остается, а то и меньше. В этом masterbiz, то есть, очень хорошо. И в дальнейшем наш кадр, который и в первом случае здесь, и в первом случае здесь, и в втором случае. С учетом байса. Это старый кадр минус masterbiz. Здесь у нас в первом случае считается, что 564 – это для любой точки. Здесь же у нас есть переменные точки. Могут быть переменные. И вот этот второй метод, он учитывает нулевую, неоднородную PZS-матрицу чувствительность. То есть, некоторые пиксели могут быть слегка холодными или горячими. И это вот может учитывать эта процедура. Но только если, как бы, горячесть и холодность не очень сильная. Плюс к этому учитываются все нюансы работы электроники в данный момент, в данный сет наблюдений. Поэтому, если мы делаем вот этим вторым способом, то у нас должно получиться очень и очень хорошо все. И вот в результате, вот тот самый старый байс у нас был, пятьсот шестьдесят четыре. В результате он у нас свелся к нулю. Вот здесь вот. Ноль плюс-минус. И когда мы вычили байс, соответственно, весь сигнал у нас расположен вот здесь. И вот эти вот отсчеты, умноженные, как мы помним, на коэффициент усиления gain, это будет как раз от числа фотоэлектронов, которые приходятся на данную часть PZS-матрицы. Следующее, что мы должны сделать, это очистить наш кадр от космических лучей. И для этого существует тоже парочку методов. Первый метод, я вам уже его описывал, это то же самое, что в принципе и с байсом делают. То есть создается каталог наших кадров всех, чтобы кадров объектов, которые мы снимаем, то есть для этого нужно снимать как минимум три кадра, чтобы использовать медианную фильтрацию. Обычно длинные экспозиции делят на несколько частей и потом делают медианную фильтрацию. Вот этот именно способ медианной фильтрации позволяет вам очистить от космических лучей и получить новый уже кадр, очищенный полностью от космических частиц, и всё хорошо. Но мы должны здесь очень строго подойти к тому, чтобы вот эти наши кадры, которые получены на телескопе, они были эквивалентны обязательно. Вот я в минусах здесь записал. То есть они сделаны с одной экспозицией, у них должен быть одинаковый уровень света попадать. То есть если вы сделали три кадра, а у вас там и облачка прошли, например, у вас в первом кадре уровень интенсивности здесь, во втором кадре уровень интенсивности может быть вот такой там здесь, а на третьем кадре он будет вот такой вот хорошенький даже. Простая медианная фильтрация всё вам сведёт ко второму кадру и никакой эффективности здесь сильной не будет. Здесь могут быть какие-то космические лучи, которые по уровню не будут сильно отличаться от первого и третьего кадра, и они вам не очистятся. Поэтому обязательно здесь необходима вот эта эквивалентность. И плюсом является то, что все участки ПЗС-матрицы, они очищаются, усредняются, и всё, в общем-то, хорошо происходит. И дефектные участки в том числе очищаются, то есть там, где попали космические лучи. Но для этого, как сказал, должна быть эквивалентность и достаточное количество кадров, чтобы их складывать. Если вы здесь делаете вместо медианной фильтрации обычное усреднение, то огромный вот этот сигнал от космика, оно вам даст завышенный всё равно усреднённый результат. То есть здесь усреднение не подходит, обязательно медианную фильтрацию. Второй способ. Работа для единичных даже кадров. Это внутри прямо Майдеса. Можно писать как большими, так и маленькими буквами команды. Есть фильтрация, команда фильтрация, фильтр, космик. Он фильтрует космические лучи. Вы ему задаёте тот самый кадр, который нужно очистить. Это будет у вас кадр на выходе. И здесь ряд параметров. Сразу скажу, если вам не знакома какая-то команда, или вы не знаете, как вот, забыли, как расположены аргументы команды, достаточно перед командой набрать help, help, фильтр, косм, и вам выдастся полная инструкция по данной команде. И вот, например, эта команда берёт как минимум три аргумента. На самом деле здесь больше их, но достаточно трёх аргументов. Первый, как я сказал, это ваш кадр, который нужно очистить. Второй – это выходной кадр, уже очищенный от космических лучей. И дальше через запятую третий аргумент, в котором три параметра. Первый – это уровень неба в отчётах ПЗС-матрицы. То есть вы уже примерно должны оценить, какой уровень неба даёт рассеянный свет. Чаще всего он около нуля. Второй – это тот самый inverse gain, обратный gain, коэффициент усиления, чтобы перевести отчёты ПЗС-матриц в электроны. И третий – это шум считывания. Данная операция проводит очистку кадра, используя значение соседних пикселей. То есть, например, у нас есть кадр. Вот возьмём 3х3, 9 частиц, 9 пикселей. И нам нужно проанализировать значение вот этого кадра. В первой части внутренней, как бы вся внутренняя кухня вот этой команды сводится к тому, что проводится двухмерная медианная фильтрация изображения. Здесь даже всего можно дальше нарисовать ещё. Медианная фильтрация изображения. То есть, сглаживание по оси Х и по оси У. И значение этого пикселя сравнивается наблюдаемое. То есть, у нас есть наблюдаемое, observation, да, и observation, и фильтра, сфильтрованного уже. И сравнивается. Если различие между ними превышает, здесь, по-моему, у них превышает в 4 раза, то есть, анализ тогда, и OPS на И фильтр, если оно превышает 4 умножить на noise, на шум, с учётом шумов и всё прочего, то тогда этот пиксель считается искажённым космическим лучом, например. Вот этот коэффициент можно регулировать в дальнейшем вот здесь вот четвёртым, пятым аргументами и так далее, другими командами ещё. И вы можете таким образом очищать даже слабые космические следы. В случае, если вот здесь, в этом пикселе, у нас наблюдается космическая частичка, тогда её значение заменяется медианным значением вот этих окружающих пикселей. То есть, в принципе, эффективно, всё хорошо, можно использовать на одиничных кадрах, но вот этим нужно пользоваться очень аккуратно. На снимках, если у вас снимки предполагают достаточно сильное изменение интенсивности по кадру, тогда у вас может искусственно просто он отфильтровать, и вы уже получите искажение результата. То есть, обязательно, всегда, после каждой команды, а тем более после команды фильтр космик, вы должны посмотреть и проверить, правильно ли всё тут вот сделалось. Вот здесь вот в дальнейшем, по-моему, тоже четвёртым или пятым вот параметром, вы можете записать имя маски, имя файла с маской, и посмотреть эту самую маску, такого же размера, как ПЗС-матрица она будет, и отмечены все пиксели, которые содержат космические лучи. И вы можете просто на глаз посмотреть, правильно или нет, оценить все. Нам нужно обязательно учесть неравномерность чувствительности ПЗС-матрицы. В простонародье у нас говорят, это учёт плоского поля. Плоским полем называется равномерная засвеченная матрица, то есть, как она, вывод всей информации с равномерно засвеченной матрицы. Я вам в прошлый раз показывал, какая на самом деле она кривая может быть по чувствительности. Для этого также создаётся каталог этих самых наблюдений. Их получают плоского поля сразу же там тоже с десяток отдельных кадров. Как их получают? Как правило, либо это снимает купол, всё расфокусировано, естественно, будет купол снимать, однородный, то есть, он должен покраской однородной быть. Бывают, снимают закат, там восход, небо там, и яркий участок неба. Вот в Китае, где я работал, например, как в своё время, там большая доска на ножках перемещается, вот такая же доска с белой бумагой, и она просто-напросто освещалась галогеновыми лампами, и эта доска, её наблюдатель нес прямо к отверстию телескопа, к выходному отверстию телескопа, перекрывал его, и таким образом весь свет он проходил внутрь спектрографа освещенного. То есть, они таким образом делаются. Достаточно хороший тоже метод. И вот мы с вами получили эти кадры плоского поля, создаём каталог, и таким же образом создаём каталог мастер-флетов. И с каталогом создаём мастер-флет. Изображение плоского поля, которое у нас усреднено. Здесь, в принципе, необязательно делать медианную фильтрацию, потому что экспозиции для плоского поля очень небольшие. Космических лучей здесь очень редко встретить. Поэтому достаточно сделать эверидж. Очень хорошо всё усреднится. И в дальнейшем мы с вами наш снимок, очищенный от космических лучей, от байоса и так далее, мы с вами делим на этот мастер-флет, полученный ранее. Часто задают вопрос, а как часто нужно делать этот мастер-флет? Очень хорошим тоном считается сделать мастер-флет каждую ночь. А иногда и перед наблюдениями, и после наблюдений. Мастер-флет. Потому что у нас идёт, хотя есть охлаждение ПЗС-матрицы, но это дюар, сосуд, который всё равно пропускает, и постепенно оттуда жидкий азот выходит. Поэтому матрица в течение ночи будет постепенно нагреваться. Надо либо подливать, либо это надо исследовать на устойчивости, тогда уже решать. Либо это один раз сделать его, либо два раза в ночь, либо можно использовать вообще на целый сет наблюдений на неделю. Если хороший дюард, поэтому почему бы и нет. Такая ситуация, значит, у нас уже вся решена, и мы делим с вами наш очищенный от космических лучей изображение объекта делим на мастер-флет. И получаем тогда уже исправленное за неравномерную чувствительность. Но вот эта операция, которую часто делают, она выводит значения, пиксельные значения, за пределы, ну, в другую область, так скажем. Потому что разные. Потому что мастер-флет может иметь там значение тысячи, десятки тысяч, а наш объект может иметь там единицы тысяч, а то и сотни всего. То есть мы видим, что масштаб сильно изменяется здесь уже. И чтобы масштаб не изменился, чтобы мы с вами работали в той же, как бы можно сказать, системе значений ПЗС-матрицы, тогда мастер-флет нормализует на среднее какое-то значение. Либо медианная фильтрация с большим очень шагом. Вот это вот шаг по оси Х, по оси У. Например, если у нас матрица там тысяча на тысячу пикселей, то вот с шагом, почти 10 шагов на одной матрице, очень хорошее сглаживание получается. И таким образом мы можем получить нормированный, как бы вот, мастер-флет, норм FF. Но лучше всего делать еще и так, чтобы найти у мастер-флета некоторое среднее значение, либо медианное значение, либо просто среднее значение, и на это значение разделить мастер-флет. Тогда у нас получается нормированный кадр плоского поля, который, например, среднее значение равняется единице, а максимум и минимум, соответственно, там на сколько процентов неравномерности сигнала. И таким же образом мы делим на космическое, вернее, наш объект делим на мастер-флет и получаем хорошо. И вот, например, я вам покажу. Вот мы, значит, мы смотрим разрез по вдоль спектра, бальмировские линии здесь хорошо видны. Так. Учет рассеянного света неба. Мы можем посмотреть наш кадр, очищенный уже от космических лучей, от байоса, от темнового тока и с учтенным плоским полем. Посмотреть, насколько он хорош. И в дальнейшем мы должны посмотреть с помощью команды GetCur просто кликнуть мышкой те участки неба, которые мы считаем в спектре, те участки спектра, которые мы считаем именно небом. Снизу и сверху. То есть снизу и спектр. Сейчас я вам покажу. Вот таким образом. То есть сверху, вот снизу. И мы узнаем координаты. То есть если щель у нас вот такая может быть большая достаточно, это с длинной щели спектрограф. Мы можем сказать, что вот этот участок и этот участок принадлежат небу. И нам нужно его учесть в нашем спектре, потому что он нам поднимает все значения. И в Майдосе это делается командой sky fit long и всего 2 аргумента. Наш с вами кадр и sky. Вот здесь будет у нас с вами небо. Эта процедура делает интерполяцию вот по этому участку и вот по этому участку и пытается интерполировать эти значения по всему как бы вот этому кадру. В том числе по тому месту, где находится у нас спектр объекта. И у нас получается вот этот спектр неба sky. И мы просто вычитаем в дальнейшем из нашего спектра спектр неба. И получаем уже спектр с вычтенным небом, с учтенным байосом, с учтенным плоским полем и так далее, и так далее, и так далее. Это небо мы передаем в sky, да? Да, 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 да. Вот здесь образуется. Вот он sky, мы вычитаем. Он должен быть получен там когда-то? Нет, вот здесь прямо, вот здесь прямо. Он вот здесь вот присутствует. Вот это спектр объекта нашего, а щель-то она больше. И вот здесь вот как раз находится спектр неба нашего. Как правило, если мы снимаем яркий объект, то небо дает очень слабый относительный рассеянный свет, но в спектре неба могут присутствовать эмиссионные линии. Например, кислороды 5577, натриевая вспышка известная 5890. Нам в дальнейшем нужно вычленить вычленить наш спектр из всего ПЗС кадра, поэтому делается команда extract image. Вот тот самый последний наш кадр, и мы ему задаем координаты. Координаты в MyDose задаются в двух системах. Одна система пиксельная, она через вот эту собачку этим знаком обозначается. А по умолчанию, если просто число пишется, то это в системе мировых координат. В лекции о FITS формате я вам говорил, что здесь могут быть представлены какие-то физические параметры, физические координаты, которые называются как раз мировыми, либо пиксельный формат по кадру. MyDose позволяет работать как с пиксельными координатами, так и с мировыми координатами, связанными уже с, например, если вы с кучей матриц работаете или здесь у вас длина волны, пересчет какой-нибудь ведет. Как только вы совершаете операции по геометрически с PZS матрицей, например, shift делаете, сдвиг, переворот делаете, отражение и так далее, у вас сразу автоматически получаются уже вот эти мировые координаты, которые отличны от пиксельных. То есть, если вы сделали переворот, у вас все, у вас мировые координаты будут равняться, например, размер матрицы минус текущая пиксельная координата. Ну, это понятно уже, да? И в квадратных скобках два угла задается, верхний, нижний, верхний, левый и правый, нижний угол. Ну, любой, либо так вы можете сделать, либо так, ну, в общем, прямоугольник задать, двумя координатами, двумя точками. И таким образом у нас вырежется спектр вот такой, например. Здесь уже учтено небо, там все, вот мы хотим вот такой вот участок вырезать. В дальнейшем нам нужно из этого двухмерного спектра сделать одномерный. И мы просто-напросто складываем по колонкам Average Column команда. Она позволяет либо усреднять все данные вдоль щели уже поперек спектра, либо суммировать. По умолчанию она суммирует. В принципе, то это нам и нужно. И если мы сделаем эту команду суммирование по колонкам, нашего объекта, мы получим профиль вдоль спектра. Вдоль спектра, то есть вот у нас сам спектр был, да, вот его вдоль, поперек, верните, поперек спектра, вдоль щели, мы будем видеть вот такое вот изображение. То есть здесь вот у нас остаточное от неба чуть-чуть мы видим, а вот это сам объект наш. То есть это профиль на самом деле изображения звезды на щели телескопа. Вот. И мы хотим, то есть это я сейчас показываю предыдущую как бы вот эту команду. Вот эту часть мы допустим говорим, что это небо, а этот мы вырезаем вот по профилю матрицы. И в дальнейшем мы уже вдоль щели все складываем для каждого пикселя, для каждой длины волны. И получаем одномерный спектр из нашего спектра объектов вот этот, который мы получили вырезанного вот этого уже кадра. y1, y2 вот это мы суммируем и получаем. Вот одномерный спектр, который мы получили в результате обработки наблюдений у нас. Это бальмировская серия идет. По оси x у нас это координата, пиксельная координата и это соответственно количество отчетов ПЗС матрицы. Если умножим на gain, то получим и отчет в электронах, фотоэлектронах. В дальнейшем нам нужно откалиброваться по длинам волн. Как мы знаем, для этого требуется получить спектр лампы. Над спектром лампы должны проделать все те же самые действия, как геометрические, так и математические. Что над спектром объекта? Все одно и то же. Поэтому чаще всего делают какую-то процедуру и в эту процедуру сначала пихают спектр объекта, а потом спектр лампы уже, чтобы было все идентично. Также сложение спектров, вычитание баес, вырезание той же самой области спектра и сложение вдоль щели все те же самые процедуры, которые мы проделали со спектром объекта. Вот, например, спектр лампы и синим я отметил положение, я-то увеличил на самом деле область ПЗС-матрицы. Вот это вот ничто иное, как щель, величина щели, высота щели. Мы видим, что щель очень длинная, и это спектрограф с длинной щелью. Вот в этой области у нас находится спектр нашего объекта, поскольку щель у нас большая, объект может быть и здесь, и здесь, и здесь, поэтому обязательно мы вырезаем тот самый, по тем же самым координатам, тот же самый прямоугольник, то самое место, где находится и спектр нашего исследуемого объекта. Также складываем, мы получаем одномерный спектр. Вот как он выглядит. Вот они, куча эмиссионных линий, положение которых мы можем посмотреть в атласе, сравнить и уже начать процедуру калибровки по длинным волн. Для этого нам что нужно? Во-первых, нам нужно найти все линии для калибровки вот на этом спектре. Это все делается автоматически. Командой search long задается кадр нашего калибровочного, как калибровочный кадр и два параметра вот здесь вот через запятую и опять же мы здесь дело имеем с медианной фильтрацией. В медианную фильтрацию входит два параметра. Один это минимальная интенсивность искомой линии и второй это толщина этой линии на самом деле окно. медианной фильтрации. Если у нас например спектр интенсивности мы видим эмиссионный спектр калибровочной лампы обычно задают окно примерно размером в толщину линии. Ну например вот эта толщина линии у нас будет в пикселях 20 пикселей в среднем. внутри внутри этой команды проводится медианная фильтрация то есть если 0 то 0 здесь будет а потом она постепенно вот так вот отфильтрует изображение и вот вторая кривая нам даст медиану здесь среднюю какую-то с окном 20 пикселей вычитается один спектр из другого и находятся вот эти линии сразу видно что это положительный да вот и это положительная линия уже будет вписывается гауссиана в каждую линию находятся центральные глубины линий высота линии h1 h0 например и в дальнейшем анализируется вот эти высоты линий по вот этому вашему критерию 5 например здесь у нас тройка получилось а вот здесь вот 15 значит вот эта линия считается что она отсеивается вашим же самым критерием а вот эта линия считается за линию которая будет в дальнейшем участвовать в калибровке по длинам волн точнее здесь вот не лямбда 0 у нас будет а в пикселях x x0 x1 пока что в пикселях потом будет в длинах волн и команда search long в итоге вам создает файл line.tbl это не что иное как таблица майдесовская которая содержит все параметры вот этих найденных линий спектральных в майдесе есть целая директория которая называется ключевым словом mid arc и содержит несколько таблиц с указаниями длин волн для например тори аргоновой лампы для неоновой лампы для других ламп там куча ламп с разным разрешением например вот эта таблица это для тори аргоновой лампы с разрешением 25000 и мы устанавливаем переменные linkat с командой setlong которая указывает как раз на вот эту вот таблицу калибровочной лампы по длинным волн уже все и делаем исполняем процедуру идентификация eden edenlong наш кадр нашего извините вот здесь у меня ошибочка вот здесь должен быть арк как раз не объект а именно арк не научный кадр а кадр калибровки арк и для первой строки у нас только единственная строка здесь поскольку это одномерный спектр тот самый файл таблиц найденных нами спектральных линий и окно поиска то есть будут попытаться будут попытки сделать калибровку по длинным волн и каждый раз плюс-минус 4 пикселя вот в таблице вот это как бы гулять и пытаться идентифицировать найденные линии и линии которые есть у нас уже лабораторно исследованные и вот найденные линии и в этой команде попросят вас указать некоторые из этих линий которые вы нашли по атласу какому-нибудь и знаете их конкретные длины волн и вот указываете что это длина волны 3 700 это вот такая 3 800 здесь это 3 900 достаточно несколько буквально 5 линий потому что здесь мы работаем с дифракционным спектрографом помним что здесь практически линейная зависимость но и за аберрации здесь может быть и квадратичная и кубическая ну примерно кубическая зависимость поэтому вам необходимо как минимум 4 точки а лучшее чтобы ошибки учесть там 5-6 точек 5 точек хотя бы это будет предварительная калибровка и основываясь на данных x найденных вот по search long вот этих вот самых x и указанные вами длины волны строится первая самая итерация калибровочной кривой то есть зависимость x от лямбда лямбда от x точнее и зная x автоматически найденных вот этих спектральных линий вот эта процедура dnt file long будет найденные длины волн сравнивать с длинными волн вот этого файла табличного файла и в результате выберутся только самые лучшие линии и вот пожалуйста вам здесь полтора десятка линий и очень хорошая калибровка все вот эти параметры которые вы определили с помощью всех тех процедур можно сохранить командой save long и имя вот этой вот как бы текущей сессии вы можете хоть как ее обозвать разумно конечно и вот например май это моя сессия поэтому я назвал май 1 можно май 2 хоть как в дальнейшем вы можете выйти из майдоса зайти обратно и команда init long восстановить все переменные среды которые у вас были при выходе из предыдущей сессии вот таким образом init long вы можете восстановить все процедуры вы уже сделали калибровочную кривую это будет полиномиальная зависимость обычно там третьей четвертой степени и теперь ваш кадр наблюдаемого объекта исследуемого объекта научный кадр вам необходимо этот спектр перевести в длинный волн делать с командой rabin long и из иксов в лямбда все переводится с одинаковым шагом поскольку у нас все-таки дисперсия здесь есть у нас шаг меняется по оси x здесь мы с одинаковым шагом шаг можно указать третьим третьим аргументом либо по умолчанию будет некоторое среднее значение вычислено и у нас получится вот здесь вот как раз этот кадр rabin rabin long вы его легко можете вывести на жесткий диск из внутреннего формата midas например fits формат для того чтобы исследовать его и анализировать в других каких-то программах все вот этот у вас кадр является кадром научным и готовым к дальнейшему анализу но все вот эти процедуры которые мы сделали это фактически обработка пзс изображения но нужно еще учесть если вам необходимо например учет поглощения в земной атмосфере если вам нужна абсолютная калибровка то вы не должны сделать еще ряд некоторых процедур то есть вот у вас получился прекрасный кадр вашего спектра и по длинам волн вы уже можете длинный волн исследовать здесь их интенсивности и так далее и так далее учет поглощения любой объект который излучает из космоса например солнце или звезда когда квант света попадает в атмосферу он может рассеяться вовне он может рассеяться по атмосфере он может поглотиться а может часть его какая-то достигнуть поверхности земли достигнуть нашего с вами спектрографа и записаться потом в виде пзс кадра в физ формате мы работаем только вот с этой штукой вот с одним вот этим лучом плюс вот этот плохой рассеянный свет только часть достигает земли поэтому нам нужно обязательно учесть это поглощение если работаем мы и хотим работать с абсолютными потоками вычислить интенсивность реальную интенсивность какой-то линии эмиссионной например звезда в любом случае будет проходить через атмосферу даже если она в зените это минимальное расстояние чем ниже будет она над горизонтом тем путь в атмосфере будет больше гораздо больше и больше этот путь называется воздушной массой зависит от зенитного расстояния в первом приближении можно его м зенитная масса воздушная масса равняется секунд зенитного расстояния и соответственно если у нас есть поток от звезды С0 то все это будет поглощаться через нашу воздушную массу умноженное на оптическую толщу в зените а оптическая толща выражается как коэффициент поглощения на единицу длины атмосферы и интегрируется по всей атмосфере то есть коэффициент поглощения интегрируется получается у нас не что иное как оптическая толща и таким образом мы получаем с вами наблюдаемую интенсивность света и вот это все надо учесть вот этот коэффициент как раз оптическая толща зависимости от длины волны она уже исследована и вот такая вот например кривая в видимом диапазоне в синей фиолетовой части очень большое поглощение это в звездных величинах на единицу воздушной массы например в зените например в зените на 3 там 200 где-нибудь теряется полторы одна там полторы звездной величины а если мы с вами наблюдаем на там на двух воздушных массах то уже теряется 2-3 звездной величины что очень много в спектре объекта учитывается через вот эту формулу то есть звездной величины переводится в интенсивности через формулу Паксона 10 в минус ой извините здесь я забыл 0-4 коэффициент еще сделать 0-4 умножить на m умноженное на воздушную массу вот это относительно и мы таким образом можем учитывать поглощение в земной атмосфере в Майдосе это делается командой ExtinLong но для этого ей нужно указать таблицу вот этого самого только что мы посмотрели коэффициент поглощения эта таблица называется атмосфер XAn то есть она в ангстремах An означает атмосферное поглощение указываем на эту таблицу и таким образом ExtinLong нам позволяет наш кадр с вами перевести в кадр с учетом уже поглощения в земной атмосфере и третьим аргументом мы указываем как раз воздушную массу 1 и 2 например вот у нас первый спектр это спектр объекта который мы получили уже при обработке наблюдений а вот с учетом как называется вывод за атмосферу то есть это как если бы мы делали вне атмосферы нашей со спутника то реальные интенсивности были вот такими видите почти в 2 раза в полтора раза больше поскольку это фиолетовая часть здесь сильное поглощение учет межзвездного поглощения проведется такой же самой процедурой экстин-лонг но только мы указываем таблицу экстинции таблицу поглощения в зависимости от длины волны другую интерстеллар ангстрем снова наш с вами внеатмосферный уже вот этот кадр мы превращаем в кадр с учетом межзвездного поглощения если у нас межзвездное поглощение eb-v покраснение избыток цвета равен например 0,5 то есть поглощение в фильтре v полторы звездной величины и таким образом мы получаем вот это предыдущий кадр у нас вот этот air то есть внеатмосферный как бы кадр а вот что мы получили бы если бы не было никаких никакого поглощения для данного объекта уже межзвездного поглощения сразу видим насколько подскакивает интенсивность если вы хотите обязательно работать с интенсивностями вот эти процедуры нужно аккуратно и хорошо сделать мы наблюдаем внутри земного океана и у нас наша атмосфера тоже поглощает чтобы нам учесть телурические то есть линии земной атмосферы нам необходимо снять какую-нибудь яркую звезду в тут же ночь на том же зенитном расстоянии яркую зачем чтобы время не тратить зря зенитное расстояние то же самое должно быть чтобы уровень интенсивного поглощения земных линий был таким же самым интенсивность телурических линий зависит от состояния атмосферы то есть как в это время распределяется температура давление и так далее сколько водяных паров у нас облачность есть какая-то или еще что-то естественно от высоты обсерватории над уровнем моря что мы здесь наблюдаем это одно если мы в горах будем там интенсивность гораздо меньше будет ну соответственно от зенитного расстояния то есть от воздушной массы и кроме линий поглощения существует я уже говорил линии излучения вот самые известные кислород и натрий вот как поглощает земная атмосфера этот уже в микронах у нас воздействует у нас оптика инфракрас весь фактически поглощает проблема очень большая а вот как выглядит теоретические линии в спектре звезды до 5000 ангстрем почти все хорошо а вот дальше особенно в районе 6000 и особенно просто около 7-8-9 тысяч вот эта борода это все в основном вода есть где-то озон вот тут борода все озон вода кислород чуть-чуть где-то в основном эти соединения поглощают вот пример около линий натрия D1 D2 линия гелия вот здесь есть есть например межзвездные полосы большие толстенькие такие есть есть межзвездные линии натрия а есть куча линий воды земной атмосферы если мы с вами исследуем вот эти все линии то нам необходимо земную атмосферу убрать и вот пример например задача исследования межзвездных линий натрия мы с вами это будем через пару занятий делать нам нужно их убрать как мы это делаем пример это мы с вами так это сделаем так и вот вот эта борода это тоже линии воды светят на 7600 примерно здесь есть две значимые линии калий две резонансные линии дуплет калия одна линия более или менее если лучевая скорость около 0 то она в принципе хорошо сидит а вторая линия она сидит как раз между двумя дуплетом линии воды вот она вот это линии воды а вот это линия калия но пользуясь таким условием что у нас повторяемость спектра вот этих вот линий достаточно хорошая можно попробовать интерполировать интенсивность этих линий на вот эту часть интересующую нас и вот смотрите красным спектром я обозначил эту интерполированную И таким образом можно вытащить нашу линию калия из вот этих рогов двух. Вот она, пожалуйста. И исследовать. А вот как дело обстоит с натрием. Пользуясь спектром звезды с быстрым вращением, о чем мы уже как-то говорили с вами, можно получить спектр телурический, вот, например, зеленым. А красным я обозначил синтетический спектр линий натрия. Тут вот гелий еще есть. Для горячей звезды, которая наблюдается. То есть вот это все остаточное, это вот межзвездная среда. Вот мы можем вычесть спектр звезды с высоким вращением, из которого мы выделили телурические линии, и звездные линии. Мы выделяем, и получается, смотрите, какой чистенький спектр межзвездного поглощения уже. Абсолютную калибровку по потокам. Поэтому, если вы хотите с потоками работать, обязательно нужно тогда делать. И вот я вам привел здесь ряд каталогов, которые содержат кучи звезд, здесь больше ста с лишним звезд, стандартов спектрофотометрических. То есть их как следует уже изучили ранее, и есть распределение интенсивности по длинам волн для разных-разных-разных спектров, разных-разных звезд. Эти каталоги представляют, смотрите, тысяча звезд, полторы тысячи звезд. Они где-то пересекаются, где-то нет, но все равно здесь где-то порядка трех тысяч звезд. Вы найдете с длинами волн от трех с копейками тысяч ангстрем и до инфракрасной буквально области, он 12 тысяч. То есть почти все, что угодно. Всегда, в любой момент времени вы можете найти одну из этих звезд на небе. Будь то северное небо, будь то южное небо. По потокам калибровка у нас осуществляется команда Integrate Long. Это спектр, одномерный спектр уже, обработанный тот же, те же самые процедуры сделаны, что со спектром объекта. Вы должны иметь таблицу потоков из вот этих каталогов, которые я только что вам показал. И в результате у вас будет функция, которая переводит интенсивность на данные длинии волны в отчетах PZS-матрицы в абсолютные потоки. То есть это R на сантиметр в квадрате в секунду на один ангстрем. И в дальнейшем команда Calibrate Flux делает вам из входящего файла выходящий с помощью вот этого созданного файла. И мы в итоге получаем уже полностью калиброванный спектр. Вот пример одной из работ. Это я делал спектр линий натрия в лунной атмосфере. И вот таким же образом, проделав все вот эти процедуры, я получил линии интенсивности в абсолютной шкале уже, линии натрия. Мы наблюдали на Терсколе в обсерватории. И щель у нас была установлена на 90 километров над лимбом Луны, на 270 километров и 450 километров над лимбом. И видно, что чем ближе к лимбу, тем интенсивнее линии натрия. То есть там количество натрия больше. И таким образом мы можем просканировать лунную атмосферу и узнать, как распределяется, например, натрий в лунной атмосфере. Продолжение следует...